Продолжение следует... И в этой сумятице мы уже часто не замечаем проблем не только наших близких, но и своих собственных. Как же остановиться? И хотим ли мы этой остановки? В старину наши прадеды всегда искали совета у людей, чья жизнь являла собой образец нравственности, рассудительности и отстраненности от мирской суеты. Для этого они были готовы совершать длительное паломничество в монастыри, где и находили ответы на свои вопросы. Сегодня не всякий крещеный может правильно перекреститься. Не всякий крещеный знает, как войти в храм, как прийти к исповеди и, главное, зачем к ней приходить. Наконец, не каждый задумывается над тем, что для него является богослужение и святая Евхаристия. Возможно, все это лишь второстепенные атрибуты веры. На самом деле монах – это огромный труженик, это подвижник. И как и раньше, так и и ныне в монастырь уходят люди уже, которые отреклись от мирской жизни, которые не хотят жить такими внешними интересами. Но в монастыре у нас имеется практика. Когда мы празднуем тот или иной большой праздник, 20-й, то этот день мы приглашаем всех наших сотрудников и работников монастыря прийти на богослужение. Но удивительно, что люди, которые имеют возможность на праздник помолиться и быть в церкви на богослужении, они отказываются от этого. И когда спросили наших сотрудников, а почему вы не приходите на молитву во время праздника, они ответили, что нам легче выполнять трудовые послушания, легче строить, пилить бревна, убирать улицы, сажать на огородах, чем молиться во время богослужения. Ибо молитва — это огромный труд. История монашества вообще уникальная. И само монашество, это явление уникальное. Они не искали монахи славы, они искали одного Бога. Монах ищет Христа. Он следует за ним. И вот под влиянием монашества развивалась духовная жизнь на Руси. Сегодня все больше людей приезжает в монастыри за духовной поддержкой, которая может помочь им в том числе и в разрешении самых разных жизненных ситуаций. Одной из таких обителей является мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы — калужская свято-тихонова пустынь. Главная цель обители — это возрождение души человека, исправление греховных пороков, страстей. Это утешение человека в скорбях, духовная поддержка. Это дать правильный совет, когда возникают теленные жизненные проблемы. После молитвы, общения с духовником, здесь люди находят ответы и поддержку. И почти всегда люди уже уезжают из настория духовно укрепленными, обновленными. И, как правило, после молитвы их проблемы решаются. Возрождение обители началось 25 лет назад, когда в нескольких километрах от монастырских стен Русской Православной Церкви был передан участок земли у святого источника преподобного Тихона Калужского. Вскоре там обосновались и первые монахи. Началась подготовка к строительству небольшой церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». А вся прилегающая территория по распоряжению архиепископа Калужского Климента стала именоваться «Свято Тихонова пустынь» «Скид «Живоносный источник». И только по прошествии двух лет, в конце 1993 года, началась передача церкви основного монастырского комплекса. В нашем монастыре более 500 лет. Основан наш монастырь преподобным Тихоном Калужским чудотворцем. К сожалению, из-за многочисленных набегов татар и литовцев не сохранилось точных сведений о его мирском имени, о имени его родителях. Но по монастырским преданиям мы знаем, что был родом из Киева. Молодым юношей, возгорев желанием служения Господу, он пришел в Московский Кремлевский чудо-монастырь. И там же он принимает постриг с именем Тихон. Но он хочет совершить больше подвига, чем просто быть монахом в монастыре. Он хочет быть наедине с Господом. И направляясь в сторону Киева, он останавливается на берегу реки Вепреки, натыкаясь на огромный исполинский дуб с огромным дуплом. И он решает, что это его будет природная келья. Живя в дупле дерева, пребывая в постоянной молитве, в строгом посте и многолетнем безмолвии, преподобный Тихон по величине духовных подвигов уподобился древним отцам Исихастам, аскетам, оставлявшим мир ради молитвы и общения с Богом. Он решился на суровый духовный подвиг, который трудно понять современным людям, привыкшим к комфорту и удобствам. Но именно через отречение от мирской суеты преподобный смог достичь тех духовных вершин, которые так и остаются недосягаемыми для большинства людей. Многие большинства наших монастырей, все монастыри не городские, они основывались в уединенных местах. Преподобный Тихон наш Калуцовский, он тоже оставляет по тем меркам шумную Москву, которая была в границах Кремля, оставляет тот монастырь и уходит, поселяется здесь, в непроходимых местах, среди болот. И находит не уютную келью, а просто дупло в дубе, и там молится. И это для него было счастье. Человек не на земле искал счастье, а там, где он может обрести Бога. Не где материальные блага его окружают, а там, где он беседовал со Христом. Со временем по окрестностям стала распространяться слава о новом подвижнике, живущем в непроходимых лесах. К нему потянулись люди, ища совета и наставлений. Некоторые из приходивших оставались жить рядом с преподобным Тихоном, и таким образом сложилась первая монашеская община. Как от одной свечки загорается другая свечка, так же вот и один верующий зажигает своих близких родственников, своих родных, знакомых, друзей, и как бы все вокруг него преображается. Как сказал преподобный Серафим Саровский, стяжи мир своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи. В 1480 году в нескольких километрах от обители произошло знаменитое историческое событие – стояние на реке Угре русских войск в углове с великим князем московским Иваном III и войск хана Большой Орды Ахматом. Именно те события, свидетелем которых стал и преподобный Тихон, положили конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего. Через 12 лет после великого стояния на реке Угре наступила блаженная кончина преподобного. А в 1551 году во времена правления Ивана Грозного на московском соборе Тихона Калужского причисляют к лику святых. После канонизации мощи преподобного Тихона открыто почивали в Испенском храме основанной им обители. Но в смутное время, в 1610 году, ради их сохранения мощи были сокрыты братьи в земле, где и покоится до ныне. Сам храм был разрушен польско-литовскими отрядами Лжедмитрия II, шедшими на Москву. Позже над сокрытыми мощами был воздвигнут каменный Преображенский храм, который был полностью перестроен в XIX веке. Но в советские годы он также был уничтожен. Уже в наши дни Преображенский храм воссоздан, а над мощами преподобного Тихона вновь установлена великолепная рака и теплятся неугасимые лампады. Тихонов пустынь – это, естественно, особый монастырь, где даже преподобный Серафим Саровский направлял в Тихонов пустынь, к преподобному Тихону, чтобы приехали, поклонились здесь его мощам, и спили водицы, и окунулись в его источники. Золотым периодом монастыря по праву считается вторая половина XIX века, когда установилась тесная духовная связь между Тихоновой и Оптиной пустынями. В 1857 году настоятелем монастыря был назначен архимандрит Моисей Красильников, ученик преподобных оптинских старцев Льва, Макария и Моисея. Именно он ввел в монастыре оптинский устав и старчество с ежедневным исповеданием помыслов. За духовным укреплением обители последовало и ее внешнее благоустройство. Как уже говорилось, был перестроен главный тогда храм монастыря Преображенский. Выстроена пятиярусная колокольня, началось строительство Успенского собора. Монастырей было много. Наш народ очень любил монастыри и часто их посещал. Но еще более важное, почти в каждой семье кто-то был в монастыре. В женский или в мужской монастырь уходил человек и он молился за весь урод. Он молился за всех родных. Он молился за всех сельчан. И это оказывало влияние и в семье знали, что там дядя или сестра или тетя находятся в монастыре. И все село знало, вот у нас есть в монастыре наш сельчанин. И обязательно стремились посещать и как-то сами духовно питаться от этого. Все резко изменилось после революции 1917 года. Калужская губерния первая в стране приняла решение о ликвидации всех находившихся на ее территории монастырей. К концу 1918 года монастырь Тихонова пустынь был не только разграблен и закрыт, но и объявлен первым советским культурным хозяйством имени Ленина. Знаковым событием для новых властей стало закрытие Никольского храма. Новая власть решила сделать в Никольском храме пролетарский театр клуб и во время трапезы пришел комиссар зачитал постановления местных властей и дали 24 часа на освобождение помещения и пришла некая артель и топорами разрубили коностас Никольского храма. Монахи после молебна перенесли престол жертвы некие святыни с Никольского храма уже Успенский собор и так вот превратился на целых 80 лет примерно Никольский храм в пролетарский клуб. для церкви да и для всего нашего народа наступила эпоха суровых испытаний. Количество христиан принявших мученическую кончину после прихода новой власти сравнимо с числом мучеников первых веков христианства. Но главное к чему стремились власти это разрушить ту систему духовных ценностей на которых строилось наше государство почти тысячу лет. Тем не менее возможно именно бесчисленные жертвы новомучеников и спасли нашу страну от окончательного падения в бездну. Несмотря на сильную богоборческую войну с верой с Богом Бог сохранил церковь. И вот те люди которые прошли это мы должны их благодарить но они настоящие подвижники. Вот она церковь. Вот она вера. Вера сохранилась в сердцах людей. Господь допустил нам испытания для того чтобы мы поняли и обретя опять свободу больше полюбили церковь. Больше полюбили Бога. А к сожалению вот это что мир предлагает людей больше затягивает. Приступив к возрождению обители первые насельники среди которых был и сегодняшний наместник монастыря Архимандрит Тихон встретили не только искренний энтузиазм и поддержку со стороны верующих. Они столкнулись и с откровенным непониманием части людей не видевших смысла в восстановлении монастыря. К тому времени на территории полуразрушенной Тихоновой пустыни проживало около шестидесяти семей. Помимо клуба здесь располагалось отделение милиции, типография, прачечная, техникум инвалидов. Пытаясь объяснить цель возрождения обители по благословению правящего архиерея владыки Климента было проведено собрание с жителями села. Когда им говорили здесь же раньше был монастырь давайте возродим то некоторые возражая говорили монахи сами ушли из этого монастыря. Они уехали в благоустроенный северный обитель на Соловках и раз они сами ушли то зачем опять возрождать сие место. Сегодня уже наверное многие из тех людей кто искренне считал что более двух сотен монахов после революции по собственному желанию оставили родной монастырь переменили свое мнение. Вероятно теперь они знают и о той печальной славе которую снискала себе благоустроенная северная обитель на Соловках где были замучены и убиты десятки тысяч неповинных людей. Так или иначе Тихонова пустынь непостижимым для стороннего взгляда образом стало возрождаться. Трудно было поверить что в 2000 году полуразрушенный монастырь будет в целом восстановлен. Храм который мы сейчас находимся он был в состоянии настолько ветхом колокольня имела четырех сторон трещины и было мнение что проще разрушить Успенский собор и колокольня чем их восстанавливать. Но мы видим прошло немного времени и не только колокольня собор Успенский были восстановлены но также к этому времени мы начали строительство собора Преброженского был полностью восстановлен Никольский храм ограждение монастыря корпуса то есть сам Бог управляет этим местом. Но главной задачей в те годы было не только внешнее благоустройство обители но возрождение основ монашеской жизни. Необходимо было обрести тот подлинный духовный настрой и духовный опыт которым славились наши монастыри на протяжении всей христианской истории Руси. Но как возможно было это сделать после эпохи тотального искоренения монашества да и вообще православия в нашей стране? Видите мы братья собирали у нас не было ни старцев не было с кого взять пример кто прожил допустим десятки лет в монастыре отец Тихон на месте монастыря он ездил по монастырям и учился как быть наместником как быть духовником как быть монахом ездил и в Грецию на Афон оттуда принимал опыт и вот здесь как бы перекликается та история которая была после крещения Руси первые искатели монашеского делания иночествующие поехали на святую гору Афон чтобы у них научиться и вот мы сейчас проходим период духовной учебы еще он не закончился потому что легче научиться читать и даже по-славянски читать а вот жить по-прочитанному очень сложно сейчас часто говорят что а у меня Бог в сердце это глубокое заблуждение по той причине что такие подвижники как Антоний Великий Макарий Великий Павел Фивейский Павел Фивейский прожил сто с лишним лет в пустыне 90 с лишним лет он ни с кем не общался пребывал только в молитве они говорили они только хотят стяжать еще Христа в своей жизни они на пути к этому а когда человек проходит проводит жизнь свою в греховной обстановке он говорит у меня Бог в сердце если бы Бог был в сердце то сердце было бы чисто не помышляло лукавство и наоборот стремилось бы к Богу если Бог был бы в сердце конечно духовная жизнь требует понуждения и больших усилий и сегодня человек вряд ли может самостоятельно разобраться во всех своих проблемах здесь ему на помощь как это было и раньше на протяжении нескольких сотен лет может прийти церковь может прийти монастырь ведь не случайно именно монастырь издревле называли духовной лечебницей когда люди начинают духовно жить у них просыпается духовное зрение они начинают видеть свои пороки недостатки пытаются как бы вылечить себя понимают свою неспособность к этому в этот случай они уже идут в монастырь и просят поддержки молитвы и советов как стать лучше чем есть на самом деле как говорит преподобный Иоанн Лечник монах это свет для мира а светом для монахов являются ангелы поэтому монахи это проводники божественной благодати через них через их сугубые молитвы и подвиги Бог благословляет землю Главное человек обретает богатство живя с Богом и главное его богатство не земное а в Боге для этого надо иметь веру веру не в эти блага которые здесь на земле а веру в Бога что Он нам дает жизнь вечную и мы туда войдем как родились не на машинах въедем не с домами не с особняками а войдем как человек родился так и предстанет перед Богом сегодня многовековая обитель преподобного Тихона переживает свое второе рождение все больше паломников стремятся приехать в этот величественный монастырь в поисках духовного совета и утешения как и раньше в день памяти преподобного Тихона Калужского на его целебном источнике и у его мощей собираются тысячи верующих но наверное самое главное это то что на протяжении своей современной истории в монастыре увеличивается число насильников а это и является основным свидетельством духовного возрождения Тихоновой пустыни в наше время на мой взгляд главным событием обителя является приход новой братья преображение внутренней жизни приходящих монастырь это монашеские постриги от новой настельники монастыря это рукоположение священный сан другими словами это преображение человека когда он из обыкновенного мирского становится духовным человеком когда изменяется образ мысли его образ жизни и вот это для меня самая большая радость когда уже не храмы строятся а возрождается и обновляется душа человека вот если мы сможем это сделать обновить душу человека с помощью благодати божий вот это вот это главное событие которое происходит в жизни не только монастыря но и церкви невысокие стены тихоновой пустыни ставшие свидетелем более чем 500 летней истории нашей страны удивительным образом ограждают человека от мирской суеты и тревог и кажется даже сами куранты монастырской колокольни и днем и ночью мерно отчитывающие каждую четверть часа настраивают паломника на размышления о смысле бытия несколько веков назад монах пришедший в эти места из чудового монастыря своей праведной подвижнической жизнью указал путь к Богу первым насельникам новой обители с тех пор по этому пути прошло несметное число людей как монахов так и мирян сегодня преподобный Тихон Калужский указывает и нам этот путь много людей приезжает на источник за водой но я призываю тех кто приезжает на источник взять воду вы обязательно зайдите в храм просто постойте перед иконой спасителя перед иконой Божьей Матери перед иконой преподобного Тихона и подумайте ведь преподобный Тихон он происходил из знатной семьи из Киева и он уходит в эти дремучие тогда леса болотистые леса поселяется и вот это для него был радостный момент это счастливый момент жизни был дорогой момент он и Бог вот каждый человек должен приходя в Тихону пустынь подумать об этом и стремиться чтобы он и Бог и побеседовать душой и очень важно я обращусь опять читать Евангелие без Евангелия все будет неправильно понято а Евангелие открывает правильный смысл жизни христианина и правильное отношение с Богом христианина 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok